Приветствую вас, братья и сестры, телезрители! Дорогие друзья, сегодня вербное воскресенье, и Великий пост завершается в Церкви двумя лучезарными праздничными днями. Лучше сказать, неким двуединым двухдневным праздником. Это Лазарева суббота, вчерашний день, когда вспоминаем мы воскрешение Христом его умершего друга Лазаря. И сегодня вербное воскресенье, когда мы празднуем торжественный вход в Иерусалим, совершенный Христом за шесть дней до предания его на страдание и крестную смерть. Словно прежде чем вступить в печаль и тьму этих страстных дней, прежде чем еще раз стать свидетелями страданий Христовых, являет нам Церковь подлинный смысл вольной Христовой жертвы, спасительной его смерти. Христос был далек от Иерусалима, когда умер Лазарь. И только спустя четыре дня пришел он в Вифанию и встретился с сестрами Лазаря, Марфой и Марией, и с плачущими, и скорбящими его друзьями. И вот в Евангелии от Иоанна подробно рассказывается об этой встрече. Сначала разговор с Марфой и Марией. Обе говорят Христу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». И Христос отвечает, «Воскреснет брат твой». И все же, несмотря на этот ответ, когда увидел он сестер плачущих и пришедших с ними плачущих, он сам воскорбел духом и возмутился. И вот подходит он к могиле и сам плачет. И окружающие говорят, «Смотри, как он любил его». Христос приказывает снять камень, лежащий на гробнице. И когда сняли камень, он, по словам евангелиста, возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами». В чем смысл этого события? Событие, которое так светло, так радостно, так победно празднует церковь в Лазареву субботу. Как совместить печаль, слезы Христа и эту силу воскресить мертвого? Всем своим празднованием церковь отвечает на этот вопрос. Христос плачет потому, что в этой смерти своего друга он созерцает торжество смерти в мире, смерти, которую Бог не сотворил, но которая воцарилась и царствует в мире, отравляя жизнь, притворяя всю ее в бессмысленное чередование дней, неумолимо стремящихся к завершению, к пропасти. И вот этот приказ, это повеление, Лазарь, иди вон. Это чудо любви, торжествующей над смертью. Это вызов смерти. Это объявление ей войны Христом. Это утверждение, что разрушена, умершлена должна быть сама смерть. И для того, чтобы разрушить смерть и ее тьму, сам Христос, и это значит, сам Бог, сама любовь, сама жизнь, сойдет во гроб, встретится со смертью лицом к лицу и разрушит ее, и дарует нам вечную жизнь, для которой создал нас Бог. И на следующий день вступает Христос в Иерусалим. Но вступает не так, как Он вступал часто и раньше, неузнанный, неизвестный, непризнанный. Нет. Теперь Он, который никогда не искал ни власти, ни славы, Сам как бы готовит свое торжество. Он говорит своим ученикам привезти молодую ослицу. Он садится на нее и вступает в город, предшествующим, предшествуемый толпой, детьми с пальмами и ветвями в руках. И эта толпа, и эти дети приветствуют Его древним приветствием, с которым обращались только к царю. Асанна, благословен, приходящий во имя Господня, Асанна вышних. Эта толпа, эти пальмовые ветки, это гремящее царское приветствие, это ликующая радость, что значит все это. И почему каждый год мы вспоминаем это событие с такой же радостью, словно мы сами стоим на улицах святого города и ждем, и встречаем, и ликуем, и повторяем все те же слова, что все тоже вечное, Асанна. Это значит, что пускай только в одном далеком от всех нас городе, но Христос был царем, царствовал, был признан народом как царь. Да, Он учил о царстве Божием, о будущем своем воцарении. И вот в тот день, за шесть дней прежде Пасхи, Он явил свое царство на земле, открыл его людям, призвал их, а с ними и всех нас, стать гражданами этого царства Христова, подданными этого смиренного царя, царя безземной власти и безземного могущества, но всесильного любовью. Мы живем в мире, в государствах, часто отрекшихся от Бога, занятых только самими собой. И почти нет в этом мире места Божьей любви, Божьему свету, Божьей радости. Но вот в этот единственный день в году, когда стоим мы в переполненных храмах и поднимаем вербу, и гремит опять эта царская осанна, мы говорим себе и говорим миру и свидетельствуем. Не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли Царства Христова, так ярко засиявшее в тот день в Иерусалиме. И мы говорим Богу, Ты есть един Господь, Ты наш единый Царь, и мы знаем и верим и утверждаем, что победит оно, это царство Твоей любви, Твоей победы над грехом, над злом и над смертью, и что радости этой веры никто не отнимет от нас. Пускай полагают люди все свои надежды на силу зло и ложь, не устоит такое царство, как не устояли все прежние царства. А Твое, Господи, царство пребудет. И настанет время, когда любовью своей Ты растворишь в своей радости всякое горе, пронзишь светом вечности, созданный Тобою мир. И вербное воскресенье мы знаем, что после этого торжества своего Христос начнет восхождение к страданиям, распятию и к смерти. Но свет, зажегшийся в этот день, будет освещать и эту бездонную тьму. За крестом и смертью зайдет заря неизреченной пасхальной радости. Вот смысл и сила этих удивительных дней, когда, завершив пост, мы готовимся следовать за Христом к Его вольной страсти, к Его победному снисхождению в смерть, к Его преславному воскресенью в третий день. С праздником вас! С вербным воскресеньем! Субтитры создавал DimaTorzok